Ну, скажем так, бывают такие вещи, как разовые решения. То есть, вот оно один снимается, дальше больше нет. Да, это вот решение как раз Пинкаса. Вот я еще давно это и говорил, что вот это на меня совершенно поразительное впечатление, когда это первый раз, когда я много лет назад прочел, это вот на уровне запрета убийства человек убивает сразу двоих. И потом Бог заключает с ним завет. И это вот как раз критическая точка в жизни народа. Это тоже понятно. И вот деликатная она потому, что, понимаете, не дай Бог кому-то придет в голову, что вот пришла критическая точка, и он начнет что-то делать, так сказать, вот это вот. Но с другой стороны, судя по тому, как это написано, вот, и это вот очень интересная вещь. Понимаете, понятно, что, как бы сказать, это действительно для народа была критическая точка. То есть, понимаете, кто-то это понимал, кто-то это не понимал и предавался этим, так сказать, развлечениям, если так можно выразиться, да. А Пинхас был из тех, кто, ну, кто понимал, ну, как всегда, так сказать, у нас всегда много людей есть, которые все понимают, но не решаются, да. Мало ли по каким соображениям. Это, знаете, был эпизод, я не, по-моему, я вам о нем рассказывал, когда приехал в эту синагогу на Архипово, приехал Рабин, это было лет шесть назад, пять, может быть. И он там читал лекцию, а потом ему задали вопрос, а как вот могла случиться, как мог Холокост случиться, да. И он взял и сказал, что, ну, как это самое, все они были грешниками. Вы знаете, мне так обидно стало, я вскочил, я хотел ему сказать, ребят, а вы читали вообще, так сказать, тоже там Авраам, когда разговаривал, там, 50 этих самых праведников, что вот среди этих миллионов, там, до 20, по-моему, если я правильно помню, дошло, значит, что среди 6 миллионов человек, там, 50 или 20 праведников не нашлось. Десять, миллион, да. Десять, да, ага. Вот, и я, но я не стал это говорить, так сказать, и ушел. А потом я начал думать, хорошо, а вот что, неужели действительно 6 миллионов человек действительно вот не понимали, что происходит, почему так произошло. Я вот понял так, ну, наверное, это сейчас, это догадки, конечно. 80% людей понимали, не верили, наверное. Ну, или 60, я не знаю, здесь проценты, это очень трудно, понимаете, какие-то цифры ставить. Но не верили, потому что кто-то верил, что вот, ну, это немцы, культурный народ и так далее, так сказать, вот. Какой-то процент, понимаете, ну, даже не вдумывался, наверное, особенно потому, что жалко было там, ну, вот дом, вот там, я не знаю, или мастерская, или там магазин, или что-то, или профессия, понимаете, ну, как все это бросишь, так все идет, живите. И наверняка было процентов, может, 5, может, 10, не знаю, человек, которые все понимали и все предвидели. Но знаете, почему не ушли они? Нет, часть ушла, конечно, это известно, что часть уехала, но часть не уехала, знаете, почему? Это вот они видели, что этот поезд идет под откос, понимаете? И они понимали, что если они уедут, так сказать, этот поезд поедет быстрее, понимаете, они пытались этот поезд, грубо говоря, вот этот состав руками чуть-чуть удержать, понимаете? Потому что наличие умных, разумных, порядочных людей всегда противодействует, хоть в какой-то мере противодействует, значит, злу. И эти люди, вот я говорю, их было мало, конечно, да? И они понимали, что происходит. Но вот они вот противодействовали развитию зла. И вот здесь, в этой самой, возвращаясь к Пинхасу, да, какие-то люди, наверное, наслаждались и не понимали. Какие-то люди говорили, ну, это, как говорится, не мое дело, есть маша, так сказать, он решит, допустим, да, или еще кто-то, да? И вот в тот момент, когда были люди, которые говорили, это надо прекратить. А вот Пинхас, он действительно сделал этот решительный шаг. И сделал это. Я, честно говоря, думал, окажись я в такой ситуации, решил, чтобы я на это все понимаю. Не факт. Это далеко не факт. Потому что все-таки вот уважение перед заповедями это очень глубоко сидит, понимаете. А в какой-то момент, но это не дай бог, если вдруг каждый сочтет себя, так сказать, этим исполнителем городу, так сказать, вот это вот катастрофа была. Собственно, вот это вот как раз про вот этот эпизод. Ну, если, да, если говорить о людях, которые сознательно остались вот, как вы говорите, в этом поезде, который идет под отпуск. Хороший пример есть в истории реформистского движения. Это Равин Лео Бек. Равин Лео Бек остался и был со своими прихожанами в концлагере. Он как раз пережил Холокост. И он поддерживал всех, кто был рядом, как мог, вот как Равин, как мог, так и поддерживал. Были и иногда, когда позволяло обстоятельство, были службы, были разговоры, были проповеди. И он вышел. Он вышел, пытался жить вместе со своими прихожанами. Так получилось, что успели как-то так освободить. И он после этого еще очень долго работал Равином. Был не самый красноречивый человек, но самый, наверное, ответственный, мудрый. и его мудрость, мы не знаем, как точно, но его мудрость поддерживала людей и помогала им. Это хороший пример о том, что, да, действительно, люди осознанно могут участвовать, вернее, быть в тех событиях, с которых могли бы убежать. они остаются в них и работают, продолжают делать то, что делали все время. Да, это очень тяжело, но такие примеры у нас есть. И Пинхас один из, но я бы хотел здесь попробовать немножечко поразмышлять. Пинхас и Лео Бек совершенно не сравнимые, хотя похожие по ситуации, в которые не попали, но несравнимые два образа, потому что Пинхас взял в руки оружие, Лео Бек не брал в руки оружие. Если мы посмотрим, что написано в Торе по отношению как раз то, что мы говорим, начало главы в Торе, два завета с Пинхасом. Что, если поменять их местами? То, что он действовал, то, что он, как мы уже говорили, показал, что в народе есть не только отступники, но в народе есть и преданные, в народе есть люди, которые готовы защищать ценности вероведенного Бога, которые решительные, ревнивые в отношении Бога. Он показал, своим примером он показал, и, может быть, тогда Бог отвернул свой греб, повернул свой греб, повернул свой греб, и сказал, упс, это та самая история, есть Миньяна или нет Миньяна, то есть, есть 10 праведников или нет, и в этот момент останавливая уничтожение, потому что, если бы Пинхас не показал, то по реакции народа для Бога все предали его, и какой смысл их оставлять, он уже два раза собирался уничтожить и начать заново, и тогда, может быть, он, увидев Пинхас, остановив гнев, он должен был сказать, вот такие люди нужны в обществе, и вот такого человека я хочу видеть на должности священника, это должен быть первый, ну, я не говорю «но», мог бы быть первый договор, первый брит кирна в это служение, а второй брит был бы «но». Тора так пишет, что это с одной стороны события вовне, то есть в каких-то пространств времени, в каких-то исторических обстоятельствах, но это и про тебя, то есть она говорит еще и одним и том же рассказом, одной и той же историей, она рассказывает еще про тебя внутри, и тогда второй завет, он говорит, я с ним заключаю правда, но я с ним заключаю брит шалом, то есть то, что он сделал, я имею в виду то, что он показал преданность хорошо, но, пожалуйста, не так жестоко, я хочу, чтобы у него в душе был шалом, мир, и вот тогда мы вдруг видим Лео Бека, он остается в трагических ситуациях с народом и не войной, я не говорю, что не надо было поднимать восстание, надо было, естественно, но в каждой ситуации не войной, но вот таким мирным, мирной помощью, соблюдая брит шалом, который теперь это шалом уже изнутри, и ведь он достаточно серьезный, достаточно важный поступок совершил, он сохранил душу, сознание людей, которые с ним были, и потом ушел, так что брит шалом мог бы быть так, а не первым, ну вот так здесь я бы еще одну вещь очень важную, мне кажется, добавил бы, посмотрите, ведь это вот заключение вот этого договора, что же, да, вот этого брит шалом, он не следует сразу действия Пинхаса, понимаете, и это тоже очень великая вещь, понимаете, если бы это сразу в следующей строчке было бы написано, это было бы многими воспринято как руководство к действию, понимаете, когда что-то не так, так сказать, возьми копье там или там брось гранату и все будет, окей, тут же с тобой заключат договор, вся история одного, так сказать, вот серьезного блока истории заканчивается и только в следующем блоке говорится, что вот вот это одна фраза и все и пошло дальше, так сказать, да, вот это тоже, мне кажется, очень важная вещь, понимаете, вот, не мгновенная, так сказать, вот, да, вот, и это тоже для людей, как бы сказать, предостережение, что ли, я не знаю, вот, да, вот, значит, ну, а даже гранина, но и рф, да, вот, Продолжение следует...